К нам приехали, здравствуйте! Здравствуйте! Ну, представьтесь хотя бы! У меня Ольга, корреспондент газеты «Пятница». Вот, мы встречаемся сегодня у всех в гостях корреспондента. Мы, правда, вас ждали чуть попозже, и дети играли себе еще полчаса, и говорили, уже приехали! И как? Я футболку свою не успела одеть! Ну что, встречайте! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот так создаются наши шедевры, да, видео. Перед тем, как создавать канал, советуют назвать его правильно, правильно распланировать, как он будет развиваться дальше. То есть ты, когда создавая канал, ты его не создаешь на месяц, на год. Ты его создаешь с планами на развитие дальнейшее. И вот у меня была какая-то цель, чтобы канал совмещал в себе множество людей с разными вкусами. Не создавать 10 каналов, один на кулинарию, второй на кулинарию, а надо как-то так создать, чтобы канал, естественно, воплотил в себе все. Как бы в это. И все, и получилась семья Бровченко. Чем живем, то и выкладываем. А живем мы многим. Здоровым питанием, поездками, путешествиями, играми, мастер-классами. То есть все. Отношения между родителями и детьми, между родителями и родителями. Как вы решаете, какой у вас следующий будет сюжет? Вот смотрите, вот что я сейчас решаю. Ничего не решаю. Вот снимаю, вот и будет сюжет. Зачастую у нас ЖИ сама решает, что мы будем снимать. То есть как это происходит? Я узнала о новом рецепте. Мы приготовили, попробовали. О, надо снять. Всем понравилось. Все, я снимаю, и ЖИ сама решила. Узнала, попробовала, решила поделиться. Мы куда-то поехали. И, о, надо это снять людям. То есть у нас что-то случилось в семье. Показать природу, показать отношения, показать там еще что-то. Ну и все, это подтверждается в нашей судьбе. Чем живем, то есть снимаем. По сути, мы еще нового не выдумываем сами. А не сложно вот каждый момент в своей жизни? А мы не каждый. Мы можем день снимать. Сложно морально или сложно физически? То есть взять фотоаппарат и выделить время. Морально. Мы уже привыкли. Это как, не знаю, как помыть чашку. Это естественный ход событий. Слушай, давай покажем это людям. Это же интересно. Может кому-то пригодится. Может кто-то для себя что-то возьмет. Давай. Показали. Это естественно. Это настолько уже прижилось, что даже... Ну вот у нас везде фотоаппарат лежит. Вот он всегда под рукой. То есть мы, например, ходим, я там готовлю кушать. Раз увидела, что-то дети вот такое интересное, как сейчас на заднем плане делают. Я беру фотоаппарат, чихонько подхожу, снимаю, пошла дальше. Вот и пойду, покажу. Да, какие-то вещи на канале нельзя делать. Например, там, ну, снять без футболки ходить, да? То есть это культура. Там не знаю, ну, еще маленькие, говорю, там, не тишись, не выкручивайся, стань как-то, ну, нормальненько, да? То есть к этому, конечно, они привыкают, но это даже естественно вот при любом общении, да? В любом заведении. Поэтому это плюс, что он ищет их в какой-то манере поведения естественной. А так они привыкли, мы им объясняем, что, ребят, вас будут смотреть люди. Мы снимаем это не для того, чтобы просто показать, развечь людей. Хотя в какой-то мере, да, какие-то игры, там, распаковки, да. Мы снимаем это для того, чтобы люди увидели, как можно поиграть. На вас смотрят детки маленькие. Они пойдут и начнут вас копировать и играть. Они меньше будут сидеть за компьютером. И вы этим приносите пользу тем, кто вас будет смотреть. И говорю, и мы им рассказываем, что нам люди пишут. Говорю, вот нам писала мама, что спасибо большое вашим деткам, что благодаря им, как бы, мой ребенок стал меньше сидеть за компьютером. Он в конструкторы тоже стал играться. То есть я говорю, увидите, вы им пользу приносите. Поэтому, когда мы вас снимаем, это приносит кому-то пользу. Плюс, говорю, это наша работа. Ну, то есть это совмещение такое. И мы их учим, что вы должны работать там, где вам нравится. Делать то, что вам нравится. То есть если ты стоматолог, это должно тебе нравиться. И тебе за это платят, и ты еще рад, что ты так работаешь. И то же самое канал. То есть если тебе не нравится снимать, то лучше так не делать. Ну, лучше вообще не работаешь. Ну, как и нам это нравится. И получается, что они понимают, для чего это делают. Поэтому, естественно. Иногда они говорят, мама, не снимай. Тогда я не снимаю. Ну, не хотят они. А иногда просто, да, мама, иди сними меня. Мама, иди нас с ними. Мама, иди нас с ними. Вот мы там то придумали. То есть, а иногда просто как-то естественно. А кто ваши подписчики? Вот вы говорите, началось все с друзей, а потом как? Просто друзьями, как если мама сначала. У нас было, у нас же будничок был. Мы сюда приехали, в Россию, у нас было где-то примерно от полторы до двух тысяч. И потом пошло просто лавинообразно. Пошло, 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 пошло. Статистики только по странам. Смотрят нас во многих странах русскоязычное настроение, как так сказать, население. Русскоязычное, все, кто понимает русский язык, нас смотрят. А ну и писать поэцкий. А сначала сколько у вас подписчиков? 156. 160 с чем? 162. 162 тысячи. Где-то так. А у Анинах? 22. 23 почти. Это те же люди? А, мы не знаем. Сначала перешли множество из нашего канала, а потом застыло. И потом начали просто постепенно добавляться. Это уже, наверное... Уже непонятно. Уже сложно проследить, потому что ее ролики репостят. То есть это карты мы изучаем. Дальше. Окружающий мир. Окружающий мир. Вот эти скороговорки, это дипция, да? Шел через пол, посыпился за пруд. Упал в пруд, и пад, трогали пять плакатов. Вот планеты учим. И вот наша комната сборья превратилась в учебную комнату. По виду математика, математика, русский язык, математика. А уже сдавали в школе? Конечно. У нас же девочка в четвертом классе, она со второго. На семейном. Уже два года подряд сдавали. А мальчик вот в первый класс закончил. Еще вот в этом, видите, вы сейчас уедете, а у нас математика сегодня. Все, все достаются для математики, и мы обучаемся. Еще нет поблажек, уроки, по расписанию. Ну как по расписанию? Нет, вот как раз таки семейное образование. Это когда ты болен. Мы можем, например, сегодня отучить три-четыре урока, по неделе вот так. Мы можем учиться без выходных, например, а потом на блендельку готовим. Просто потому что нам неудобно там учиться, мы там не учимся. А в машине повторить? А в машине просто берешь с собой табличку умножения, просто по памяти. Вот едешь, например, ребят, вот если мы сейчас едем на юг, что у нас слева? Вот это у нас игры в машине такие. И не начинай так, юг, так, так, так. Мама, там это. Ну то есть, и быстренько, быстренько мы вот таким играем. Все, вот вам и очень. Ну плюс интернет-урок, сайт такой есть. Там я смотрю, что ребенок должен знать. Плюс учебники, оттуда мы берем домашние задания. Учебники школы нам дают, с классом. То есть нам дают... Но то все-таки учебники есть? Конечно. Конечно, конечно. Но программы как таковой нет. То есть, например, мы в первое полугодие решили все устно сначала учить, а в второе полугодие мы будем уже это все переносить в письменную форму. Семейная форма обучения дает возможность... Ты можешь пройти один предмет за год, да? То есть и сдать его. Следующий год там следующий предмет учить. А можешь, ну как сказать, полгода одно учить, полгода второе учить. Полгода... Сам выбираешь. Летом можешь учиться, можешь отдыхать. Как удобно. Вот мы сами полностью. Вот сейчас у всех каникул мы учимся. Потому что мы два месяца пропустили, полтора. Мы упустились здесь с переездом. За переездом. У нас просто вылетело. И мы решили, что мы сейчас вот до Нового года, там Новый год сделаем каникулы, недельку отдохнем. Ну мы даже вот до того, что мы настолько весело занимаемся здесь, мы вчера английский учили. А я сегодня проснулась, говорю, ребят, что у нас сегодня? Они английский, давай нам снова английский. Все, то есть им настолько это интересно. Они проходят 5-6 уроков за одно занятие. То есть Англия мы не один урок, вот как по программе, а 5-6 сразу темы. Например, мы вчера 4 темы английского прошли, плюс выучили там слова, плюс научились их писать, плюс эти звуки, буквы, разобрали, что как звучит. Перевод транскрипции и все. Огромное количество тем получается, ну где-то 6 тем. Вот, все. А, и читать учились, и где-то... Ну все в наглядных как бы примерах, что визуально очень хорошо ребенок запоминает и в игровой форме все идет. Просятся сами. А вообще вот у вас дети как с компьютером? Вы ограничиваетесь? Да. Вот видите компьютер где-нибудь включи на нитке? Нет? Вот они же не сидят за компьютером, чтобы тихонько быть. У них есть... Мы не говорим, идите посмотрите мультик или посидите тихонько, пока тетя у нас. Вот это естественно. Были бы вы, не были, вот это они этим занимаются. У нас есть 2 дня в неделю день игр. И в зависимости от возраста Темка играет полчаса. Паша, Аня час сидят с играми. Игры, игры у нас, шутеров нету, убийств нету, там гонки какие-то, какие-то логические. То есть, чтобы оно в памяти не откладывалось, не было привычкой убить человека или еще что-то. Ну да, такие нормальные игры, которые больше развивают. И такие же мультики. Например, в интернет мы не пускаем просто так лазить. То есть, у нас они не имеют доступа, они имеют доступ в интернет через один компьютер, например, ноутбук. Но, вот они заходят в папочку, у них там определенные каналы, которые только могут они смотреть. По крайней мере, пока. Определенные сайты. Все. А пока они сам еще, они могут забрести куда угодно. То есть, они еще пока не раздернули. Поэтому потихонечку туда вводим, потихонечку. А вообще, как работаете, как отдыхаете? Тоже свободный врач? Очень свободный. В основном я работаю ночью. Вот это дети ложатся спать, и я сомневаюсь. У нас такое бывает, Таня, да так, завтра у нас какие планы? Такие, такие, такие. Хорошо, проснулись. Слушай, не могу. Тоже не могу. Давай сегодня отдохнем. Давай, давай отдыхаем. Давай сегодня ничего не будем выкладывать. Там у меня есть видео еще на выложку. Ну там, на запасе. Все, ничего не надо. Поехали туда. А давай поехали, давай костер какую-нибудь сделаем. Все. То есть полностью свободный график. А по запросам зрителей делаете видео какие-нибудь? Конечно. Я сейчас вам покажу что-то. Письма нам присылают. Это выборочно. У нас там просить больше, много. Это нужно ответить на вопросы с этих письм. Отвечают дети. Они садятся, в основном вопросы к ним. Они садятся. Мы там берем, например, 10 письм и поехали. А вот это видео, которое мне стоит снять, которое кто-то просил, либо сами там рецепты, все про Ютуб, про Ир. Ну это наша партнерка. Средства личной гигиены. Это Аня на канал. Идея. Игры с Аней. Это с Настей, с ее куклой. Это ее. Ну это вот ее. Ее вопросы Ане даже задают. Я выписываю их сюда. И Аня отвечает на них. Воспитание детей. Важные видео на канале. Да, челленджи, обзоры. И вот так все, все, все. И вот я так, например, у меня там выписано. Я отсюда беру, выписываю, например, 10 видео. Отсняла. Потом снова сюда иду вычеркиваю. Следующие выписываю. Отсняла. По важности. По мере. Ну все систематизировано. И очень. А, забывается. А так, если записал, ты уже не забудешь. Ой, точно, я же это хотела снять. Все. Вчера вышло видео. Я свою жену защищал перед всеми подписчиками, что она у меня работает, как пчелка. Так вот это вот, вот это вот тому доказательство. Она как атомная станция. У нее идей? Это моя любимая работа. Это выше крыши. Она ночью встает, говорит, надо записать, потому что забуду. Я говорю, спать ложись. Нет, надо записать. Встает, включает свет, записывает что-то, потом ложится спать. Через 5 минут. Слушай, еще надо записать. Побежала обратно. Говорю, все, я сплю. Я видела, у вас появляются предупреждения, что фиктивные блоги действительно? Фейковые. Ну, фейковые, да. Да, вот, например, есть страничка в Инстаграме, которая выдает себя за нас. Они, то есть, мы, например, создали страничку, называли «Семья Бровченко». И нам посоветовывают, что переносить лучше «Фэмили Бровченко». Потому что семья, ну, не так звучит, типа «Фэмили Бровченко». Тем более «Фэмили Бровченко» уже в интернете, оно уже проиндексировано на нас. То есть, еще плюс, как бы, поиск. И получается, я переназвала нашу страничку «Фэмили Бровченко», а то имя осталось свободным. И наши хорошие люди, да, привет вам всем, вы нам рекламу делаете, спасибо вам за это, кстати. Да, они об этом знают или не знают, но теперь знают. И вот они заняли эту нишу, «Семья Бровченко» взяли, создали страничку, они и начали пародию на нас делать. Вот мы предупреждаем, да, чтобы люди, потому что они подписываются, «Семья Бровченко», «О, семья, что за фотки, странно». И они, как в таком недоумении немножко. И мы пару раз предупреждали, да, что есть такие. Или вот каналы берут, которые наши картинки, тоже наши фотографии, вместо нас отвечают, а люди думают, что там отвечают. Потому что там просто фамилия бросит. И они такие, не поняли, что-то грубо отвечают. То есть они вот, ну, выдают себя за нас, именно в комментариях. На других каналах грубо, с матами отвечают, и потом идет до нас дурная слава. И вот, чтобы люди понимали, что нужно переходить, проверять, что мы так не отвечаем никогда. То есть вот сейчас уже начали понимать все эти вещи. Мы сказали, что под каждым видео и в описании нашего семейного канала, все странички, все то, что у нас, они у нас. Вот, переходите по этой, это наше, а все остальное, чтобы поставить границы. Людям заняться нечем, поэтому сидят, время убивают, не работает, кстати, не работает, да, время тратит. Это я уже немножечко сарказничаю, но все-таки так оно и есть. А есть еще семьи, которые ведут такие же блоги? Есть, много. Много? Да. Много к нам пишут, мы взаимосотрудничаем, так сказать, помогаем, дуо советами. Вообще принято считать, что блогеры, они конкуренты. Хотя это не так. То есть если человек выбирает под себя стиль семьи, например, есть 10 семей, они никогда не будут одинаковыми. И блогер, он, если, например, я прорекланирую те 9 семей, да, ну, остальные, он никогда не отпишется от меня. Потому что я ему нравлюсь. Он может подписаться еще на кого-то, смотреть 2-3 семьи, сравнивать, да, в каких-то вещах. Что-то выбирать для себя. Что-то, но никогда не, если ему нравится семья, или тебе нравится человек, который, ну, вот я по себе сужу, мне нравятся мастер-классы от определенного человека. Почему я должна от него отписываться, если я нашла мастер-классы еще у одного человека? И они вот там где-то перемежаются, а где-то совершенно разные. Я никогда не отпишусь от того и ради мастер-классов этих. Потому что этот никогда не даст то, что тот, и, ну, и наоборот. Получается, что мне кажется, что блоги должны, ну, каналы должны сотрудничать. То есть даже вплоть до того, что меняться, обмениваться преролами бесплатно. То есть ты у меня свой ставишь, я у тебя свой. Называется обмен зрителями, и, ну, это нормально. То есть почему мне и поделиться хорошим каналом другим. А вы считаете себя знаменитой семьей Рунета? Это не мы считаем, это другие считают. Мы себя считаем обычными людьми. Нет, если сравнивать, что у нас в сердце и как мы фактически, это разные вещи. Что вы имеете в виду? Другой вопрос. Ну, считаем ли мы себя знаменитыми вот здесь, знаете, нос задерли, и это нет? Ну, то есть мы обычные люди, мы вот с вами такие, без вас такие. Мы на камеру такие, без камеры такие. То есть мы не зазвездились, как некоторые там говорят. К нам может в дом прийти любой. И там даже, кстати, писали, что для того, что сколько вы берете за то, что вы принимаете у себя в гостях? Сколько вам нужно заплатить? Да нисколько. Вот, приходите, чаем на Увостил, купим Увостил, то есть без проблем. А то, что, например, к нам информация какая доходит, что мы там на таких форумах, которые вообще... Ну, то есть мы везде, ну, распространяется информация, да, есть такое. Почему, за счет чего, без понятия. Ну, то, что как бы не наша заслуга, мы себя нигде вообще специально не рекламируем. Единственный раз мы попросили, как его, Брага. Игорь Брага, есть канал Китай Рулит. Он нам на самом начале помог... У нас было 54 подписчика, и вот на самом начале нас бесплатно пререкламировало, нам добавилось до 500 подписчиков. До 500, и мы смогли заключить партнерку. И все, вот это вся реклама. Ну, больше как уже с телевидения приезжали, с газет приезжали, это как бы дополнительная реклама, но это не наша заслуга. То есть мы... Вот так же, как мы вам не звонили, да, не писали, не просили ничего. Ну, как-то это, естественно, происходит. Хотя, честно, вот была ситуация, у нас была ситуация, когда мы только переехали, мы хотели, чтобы о нас узнали, ну, то есть, чтобы как-то вот подпугнуть этот канал и все. О, да, так интересно. И мы жили в Малом Галаусном, вообще так смешно, вот мы буквально недавно с Вести Иркутска приезжали, вот мужчина, который там был, вспоминали с ним эту ситуацию, и вдруг поняли, что мы уже знаем... Мужчина с камерой. С камерой, ну... Видеооператор. Видеооператор именно. И, значит, была машина, стояла, и мы спросили по поводу земли, где есть свободные земли. Только переехали, буквально вот лето, только переехали, и мы, как бы, говорим, а вот если там вам неинтересно, как-то вот мы так пообщались, и все. Дали им свои контакты, и на этом все заглохло. И вот мы встречаем этого мужчину, говорим, а это вы там были? Мы говорим, да, слушай, так мы же с вами уже виделись. Я говорю, да, мы к вам подходили за землю, узнавали. И вот как-то оно все естественно выходит так. Платно нигде не рекламируемся, как бы, не... А вот как решили, а не у блог отдельно? Зрители начали просить, подписчики начали просить, Анна начала снимать сама, она там берет камеру, мама, я пойду сниму, мама, я пойду сниму. И нам на канал, нам на канал, а зрители начали говорить, я говорю, Анечка, пойди папу сними. То есть я готовлю, не могу оторваться, например, пеку, там горит у меня вещь, но не могу. И говорю, Анюта, пойди папу сними, только, говорю, камера не дергай, говорю, снимай, отойди лучше сдалека, чем вот туда-сюда. Обучила ее немножечко Говорю, пойди сними И вот она снимет, снимет, что-нибудь идет по пути Рассказывает, я, Аня, там Я вот сейчас пойду вам покажу, как папу сниму И начали зрители писать У Ани очень хорошо получается, у нее очень хорошая дикция У нее словарный запас очень классный Пускай она свой блог И вот где-то год у нас, свой блог А я смотрю, она не готова Она поснимает, потом перестанет Я говорю, Аня, ты не готова, я тебе сейчас создам Я говорю, ты не умеешь монтировать Ты не умеешь, я говорю, я тебе не получу за комментарий Потому что она такая гадость неется иногда Что, ну, не для детских ушей И год прошел, и она уже, скажем, сама начала просить Мама, сделай, мама, я буду снимать Я говорю, давай так, я посмотрю, как ты хочешь снимать Когда у тебя соберете материал Тогда пойдем И она где-то, ну, месяца-два, да Хотела То есть она раз, 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 смотрю, все чаще, чаще снимает Все чаще, чаще, говорю, ты должна темы планировать Давай тебе подсказывать Только тогда я согласилась Но говорю, ты не монтируешь, я тебе на глаза такую нагрузку не дам Говорю, в комментарии ты не отвечаешь Только отвечаешь, что я тебе буду выписывать Что у тебя люди спрашивают Не стучи по столу Да На канале, я говорю, читаю комментарии Выписываю такие самые важные И она потом на них сама садится, отвечает Как читай, конечно Ну, потому что я помогаю людям Снимаю И мне нравится делиться своими мыслями, играми, жизнью Ну, и это возможность мне заработать деньги А как у тебя идеи возникают? Ну, например, я вижу что-нибудь интересное и говорю Стойте, я сниму И снимаю А какие-то, может быть, заранее придумываешь Что ты будешь делать и вырежешь это снимать? Ну, да Думаю Сама мантируешь? Нет Мама Мама, по-моему Да, я еще не умею А ты уже думала, кем ты хочешь стать? Нет Я еще не подумала Хочу художницей, но я мало занимаюсь Дина или Дима? Дина 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 У нее есть брат Дима Это, да, их друзья Дима и Дина Мы с ними катались с горки Играем вместе Она нам показала, ну, это Ну, как сказать, село Ну, почти показала Мы ходили на пруд На озеро А ты это тоже снимаешь? А? Ну, как Ну, Дина не любит сниматься Поэтому я ее и не снимаю И я даже снимала для своего канала Что мы сделали домик Но у нас не получилось Куда-то все сломал А вы с чего домик делали? Снега? Это было, когда еще снег не выпал Осенью Ну, так, летом День с каким летом? А? Осенью А, да, осенью Из веток, да? Да Из веток делали И Паша сделал Мы его сожгли Здесь спаливают все обломки Весники ходили И спалили домик А когда мы провели веревку Чтобы туда веток наложить Таких потом мохом закрепиться То мы потом приходим А веревка Ей нету просто Значит, кто-то взял Аня Аня Она приехала, тетя, к нам Тетя Оля Из газеты Пятница Ссылочку на статью, которая про нас вышла Вы увидите в описании Этого Видео Сегодня какое число, кстати? Кто знает, какое сегодня число? Я сейчас Подождите Вы это видео увидите уже позже Чем они к нам приезжали Да Чем к нам тетя Оля приезжала Чтобы сразу вы увидели С статьей Поречка, а какое сегодня число? Ты у меня спрашиваешь? Да Мы с тобой с числами совсем не дружим 7 ноября Вчера у Саши был день рождения А, кстати, да 7 8 8 8 ноября, Паша говорит А почему 8 А, не знаю, а ну посмотри Семья Смирно Честь А дочь Спи Спи, ну ровно 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 Смирно Спи, ну ровно 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 А, да приколы приколами, ребята А сегодня 8 ноября К нам приезжали с телевидения Пятница С газеты С газеты Пятница Ссылочку на статью Вы найдете в описании этого видео Как у нас брали интервью Вы увидели В общем, наслаждайтесь статьей Будем читать вместе с вами Сегодня 8 ноября Но это видео Вы увидите позже, чем 8 ноября Уже тогда, когда выйдет статья Чтобы, ну как бы, все под одно Чтобы не было такого Что, где потом найти ту статью Куча вопросов Статья в описании видео Переходите Подписывайтесь на наш канал Не так здесь Все, всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Подписывайтесь на наш канал Субтитры сделал DimaTorzok